Здравствуйте! Как всегда в это время мы говорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия События недели. С вами Марина Конодакова. На гребне кризиса пойти на подъем. Правительство Хакасии анонсировало целый ряд крупных проектов по развитию промышленности. Но перед тем, как потекут миллионные реки доходов, нужны значительные инвестиции. Что будет с ценами на жилье и как строители будут переживать непростые времена? Своим мнением на этот счет поделится эксперт программы, представитель Союза строителей Хакасии Николай Окишев. Мы помним все. ГТРК Хакасия даст слово тем, благодаря кому 9 мая стала святым днем для нашего народа. Новый имам и официальные связи с муфтиятом России. Как мусульманская община Хакасии спасает свою репутацию после скандала с вербовкой экстремистов? Театры и литература всегда рядом. Какие произведения русских классиков вдохновляют лермонтовцев на творчество? И начнем мы со встречи президента Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зимином. В понедельник в Кремле они обсудили социально-экономическую ситуацию в республике. Виктор Зимин доложил о том, что несмотря на текущую обстановку, он ожидает не спад, а рост экономики региона. Это связано с ростом мировых цен на алюминий и другие цветные металлы. Самая интересная часть встречи оставила широкое поле для размышлений. Глава республики озвучил проект, связанный с расширением мощностей алюминиевых заводов. Я сегодня, чуть позже вас попрошу, еще одно поручение от правительства на новый объект. Объект очень приличный, он объединяет и металлургию, и энергетику нашу. Вот тот баланс по Саянке будет востребован практически 100% при наличии нового завода, который даст нам практически до 10 миллиардов в бюджет, только республиканский. Полторы тысячи рабочих мест, и проект такой проработан всеми. Мы начали, потом доложили, мы про него. То, что касается ситуации по 2015 году, я говорю, что мы маленько с оптимизмом смотрим, что республика, мы в этом году очень хорошо проросли по строительству, почти на 40%, в целом 68% не стали даже показывать всю динамику. Не случайно, мы тоже имели уже 200 тысяч, для нашего региона это большая цифра, мы перешли рубеж советского времени были. Что это за предприятие и каковы сроки его ввода, официальные источники пока оставляют без комментариев. Добавим, впервые о новом металлургическом производстве Виктор Зимин заявил еще в прошлом году. Тогда он лишь дал понять, что проект крайне важен для региона. Зато известно, в чем еще сила экономики Хакассии. Сила ее в угле. Вслед за Оршановским месторождением в Хакассии будут разрабатываться еще два участка, благодаря чему в республике построят новые железные и автомобильные дороги, протянут новые электросети и возведут рабочие поселки. Все вместе это Бейский бассейн, в котором залегает уголь высокого качества и низкой зольности. Это идеальный вариант для экспорта. Перспективы развития угольной промышленности правительство обсудило сразу после возвращения Виктора Зимина из Москвы. Куда будут брошены многомиллионные инвестиции? Где и что будет построено? Мы изучили этот вопрос. Оршановский разрез, Майорыхский и Кирбинский участки все трое составляют Бейский угольный бассейн, развитие которого правительство Хакассии определило для себя одним из главных приоритетов. Виктор Зимин доложил о проекте президенту Владимиру Путину, а сразу по прилету в Бакан нацелил свою команду на серьезную работу. Это должно стать таким кластером, о котором знает российское правительство и президент Российской Федерации. Кузбасс должен запереживать. Это правда. Потому что мы наши разрезы начнем по новым технологиям, с новым оборудованием. Это абсолютно другая должна быть добыча угля. Освоение бассейна только начинается. И сейчас нужно максимально грамотно распределить всю инфраструктуру, необходимую для работы разрезов. Прежде всего это касается железной дороги. От пути через село Доможакова, судя по всему, решено отказаться. Будет построена новая ветка, которая сомкнется существующими путями Русала до станции Камышта в Аскизском районе. Рассматривается и другой вариант строительства дороги до станции Подсиние, где возможна более гибкая логистика по отправке угля на восток и запад. В любом случае потребуется строительство новых станций, чтобы та же Камышта могла принимать не 380 полувагонов, как сейчас, а всю тысячу. То, что было сказано по станции Камышта, отдельно построить станцию. То есть все заботы угольщики забирают на себя. У себя они организовывают маршруты, полностью готовят состав готовый. Объедет обработка его, опробование тормозов. И от нас заходит локомотив, забирает поезд и проехал. То есть это очень хорошая идея. Но я еще раз повторяю, мы в свою очередь делаем все для увеличения пропускной способности. Для энергетиков открытие разрезов также сулит стройки, не виданные с советских времен. Во-первых, в Бейском бассейне нужно возвести новую подстанцию. Во-вторых, протянуть новую ЛЭП через село Райков, инвестиции для которой рассматривают федеральные Россети. Конечно, часть расходов по инфраструктуре возьмут на себя инвесторы, которые, судя по всему, перекраивают угольный рынок Хакасии. На смену СУЭКу и русскому углю приходят новые игроки. И вот, что о них рассказал министр Борис Варшавский. Разрез Майорысский, разрез Оршановский – это в основном физические лица инвесторы. Я думаю, что в ближайшее время мы их представим. Уже через месяц будет совещание у Виктора Михайловича. Месторождения Кирбинские были распределены по конкурсу в Восток Сипугль. Это дочернее предприятие Н-Плюс. То есть это наши известные партнеры из группы Олега Дерипаски. По предварительным расчетам, развитие Бейского бассейна даст 10-15 тысяч новых рабочих мест. Где будут жить эти рабочие, пока решается. Возможно, это будет рядом с Белым Яром или Саиногорском. Борис Варшавский заверил, правительство нацеливает владельцев разрезов брать на работу именно местные кадры. Мы этот вопрос очень серьезно будем отслеживать. У нас есть большие трудовые ресурсы в Белом Яре. Высвобожденный коллектив разреза Языкский, который уменьшил объемы добычи. У нас есть Саиногорск с огромным потенциалом рабочим. У нас есть Абакан. То есть все эти предприятия находятся в принципе в транспортной доступности от всех тех регионов, которые я назвал. Я думаю, что вопроса с кадрами там не будет. Как рассчитывают в правительстве, освоение Бейского угольного бассейна позволит республике выйти на лидирующие позиции по добыче угля. Стабильность экономики – главный плюс, который сулят власти жителям республики. Затронут и такой щепетильный вопрос, как экология. Добыча будет идти открытым способом. Но Виктор Зимин обещает заставить угольщиков качественно рекультивировать отвалы и разводить аквафауну. Также будет создан фонд защиты экологии, деньги в который будут отчислять владельцы разрезов. Прошлый год отметился рекордом для строителей Хакасии. Они возвели жилья больше, чем это делали в лучшие годы советской власти. Но сейчас с учетом новых экономических реалий удержать достижения будет очень сложно. Чего ждать строителям и дольщикам? А главное, пойдут ли цены на новые квартиры вниз? Об этом мы поговорили с исполнительным директором Союза строителей Хакасии Николаем Мукишевым. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Итак, вот с учетом того кризиса, который у нас сейчас в общем в стране по экономике, в каком состоянии находится наш абаканский рынок жилого строительства? Начиная этот год, казалось бы, вот январский довольно трудный месяц, в январе месяце было сдано в эксплуатацию 15 808 квадратных метров жилья. Это очень отрадно. Значит, по сравнению с прошлым годом это составляет где-то 100, почти 190 процентов, 186,9 процентов. Давайте скажем о том, что проблемы сейчас есть. Проблемы, конечно, как же от них можно избавиться, если они действительно есть и причем приличные. Ну, проблемы таковы, что, значит, и основная проблема и у населения деньги, так сказать, сейчас на исходе. То есть продавать становится все проблематично. Ну, и цены галлопируют. Если взять вот строительные материалы, то металл вздорожал на 40 процентов, цемент вздорожал процентов 15-20, да и все остальные материалы здорово вздорожали. Ну, вот смотрите, расходы строителей растут, инфляция в стране, но при этом доходы населения падают и падает спрос. Можно сказать, что строители сейчас в некотором напряжении, в ожидании, они не знают, что делать с ценами, повышать их или все-таки понижать? Ну, понижать я не знаю, будет ли большой спад в ценах, но, тем не менее, они как бы замерли на сегодня эти цены. Давайте скажем о цене в Абакане. Ну, цена Абакана это порядка 40 тысяч рублей, 40, даже 41 тысяча. 45 тысяч. Да, ну, 45 это уже, так сказать, будем говорить, более элитные, что ли. На ваш взгляд, не перегреты ли цены на рынки недвижимости? Как она вот в дальнейшем будет меняться в связи с этим кризисом? Понятно. Все-таки они, наверное, будут уменьшаться, потому что строителям надо как-то жить, надо как-то реализовывать то, что они настроили. Это же не будет стоять мертвым капиталом, и эти деньги, которые они вложили, будут заморожены. Это и невыгодно и самим строителям. Поэтому я думаю, что они... А какой процент снижения можно ожидать? Ну, вот по прогнозу, значит, на 2015-2018 год, так порядка процентов, наверное, на 5, возможно, даже сначала понижение, а потом небольшой рост будет. Возможно ли такая ситуация, что кто-то из строительных компаний, вот в связи с таким кризисом, с падением спроса, может не справиться со своими обязательствами? Те предприятия, которые работают и, так сказать, входят в систему нашей саморегулированной организации, значит, мы тут с ними плотно работаем, и я думаю, что они как-то выдержат вот это трудное время. Сейчас вот перед Вашей общественной организацией, перед Союзом строителей, какие задачи выходят на первый план? Ну, задачи, они остались теми же. Те же проблемы остались из тех присоединений. Также мы, значит, вели, так сказать, большую работу, пытались, значит, достучаться до властных структур. Это стоимость аренды участков под застройку жилья тоже приличная, ведь каждый квадратный метр обрастает в данном случае порядка там 3-4 тысячи рублей на каждый квадратный метр. Ну, может быть, сейчас как раз власти, естественные монополии услышат Вас и, может быть, даже снизят свои цены тоже? Ну, дай Бог, потому что, ну, достучаться сейчас до любого предприятия проблематично. Каждый ведет свою, так сказать, вот эту работу своего предприятия, и каждый рубль всех на счету. Так что это довольно проблематично будет. Что ж, я благодарю Вас, Николай Николаевич, за то, что Вы пришли, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Всего 400 с лишним участников Великой Отечественной войны осталось в республике. Воспоминания каждого из них сегодня на вес золота. В канун Дня Защитника Отечества ГТРК Хакасия начинает проект, посвященный юбилею Великой Победы. Мы решили дать слово тем, кто был готов отдать свою жизнь ради мира на земле. И начнет эту летопись Игорь Иванович Трандин. Ветеран из Черногорска, прошедший войну в рядах разведки и снайперского полка. В 42-м году, когда я учился еще в 9-м классе, в школе в Аскизе, у нас 8 человек записались добровольцами пойти на фронт. Тогда было очень большое распространение патриотического воспитания. Пришла повестка, утром в 10 часов пришла, а в 4 часа уже нас отправили в армию. В город Бийск я попал в 116-й отдельный стрелковый снайперский полк. И вот нам как-то уже внушили, что такое может быть на фронте. Конечно, ясно, что когда рядом разрываются снаряды, и идет обстрел, ясно, что страшно. Самое страшное, когда идешь в атаку. Какое психологическое напряжение, когда идешь в атаку, когда рядом человека убивают, а ты все-таки должен идти дальше вперед. Вот недалеко от Новой Праги, Косовка-дерево, и вот сразу налетели на штаб, где располагался штаб нашего корпуса, 70 самолетов. 70 самолетов. Вот это было кашица и целая. Несколько батарей зенитных было, они быстро вышли из строя. Один летит на один дом, пикирует, другой на другой, третий, вот так вот рядом. Ну вот 4 батареи били, почти все они погибли. Они сразу, прежде всего, стали уничтожать зенитные орудия, пулеметы. Такой есть город Пшашныш. Перед фронтом была большая артиллерия немецкая, несколько батарей. И вот задача стояла, значит, чтобы пройти, надо было эти батареи уничтожить. Вот, значит, команда мне решила о том, что нужно послать взвод людей, пройти и эти орудия взорвать. Всех поставили на лыжи, ночью причем, ночью где-то под утро. На лыжах километра полтора или два. А там, значит, у каждого батареи землянка стоит, часовой стоит, около этой батареи. Вот надо было с первого уничтожить, потом, значит, атаковать и бросать гранаты непосредственно в трубы. В землянах, там отдыхали ночью немцы. А потом сигнал дали. А потом началась атака уже общая на этом участке. Вот орден Красной Звезды. Ну вот еще один такой момент. Нашему взводу приказали построить наблюдательный пункт для командующего корпусом. Это было 17-18 марта 1945 года. А мы уже по три, по четыре дня не спали. Одно день копают, а другие сразу спят. И вот я лежу и сплю. И вижу, что во сне. Вареные яйца. Вот понимаете, я никогда не верил в эти сны. Вот говорю, тебе, Вильчинский, тебе, Петров, тебе, Иванов. А осталось, это, наверное, мне. Один говорит, ой, какой ты нехороший сон видел. И правда. Только это бревно взяли. И в это время взрыв. Взрыв. И я очутился в госпитале полевом. Пролежали 20 дней. Слышал, что данцик уже взятый. Я думаю, что если я не впаду в свою часть, куда я в эту расформировку попаду. А там никто нас не знает. И вот я говорю одному товарищу, давай мы сбежим. Вот и машина идет. А там познавательные знаки нашего корпуса. Мы остановили. Так и так, и так из госпиталя. Так мы сейчас приедем на автобазу. Здесь вот организованная автобаза. Ваши приедут, получают бензин там, так и вы доберетесь. Вот так вот я и попал. Победу я встретил под город Зуков. Есть такое. Это река Эльба. Так вот, значит, мы там встретились в американской 80-й авиадивизии. Ну, посмотрели, что из себя представляют американцы. Мы всех хлопчатобумажных. У некоторых еще ботинки с обмотками. У них всех, значит, черстяное обмундирование в ботинках, брюки на выпуск. Но к нам они, конечно, относились очень хорошо. Вот. Ну, и мы тоже, конечно, к ним. Было что выпить в то время. Но это все-таки победа. И которая давалась всегда почти с кровью. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Мусульманская община Хакасии стала официально сотрудничать с Духовным управлением мусульман России. Эти изменения произошли сразу после громкого скандала, когда в прошлом году на абаканского имама было заведено уголовное дело по факту вербовки людей в Сирию. Сейчас у местных приверженцев ислама новый духовный лидер, который старается перевести существование общины на другие рельсы. На традиционный пятничный намаз всегда собирается столько народу, сколько способны вместить эта временная постройка. Тот, кто знает Коран, опору ислама, пользуется неоспоримым авторитетом у членов общины. Но от белого до черного порой достаточно одного шага. Даже духовные лидеры могут быть замешаны в уголовном преступлении. Скандал разразился в прошлом году. Правоохранительные структуры сообщили, что абаканский имам вербовал исламистов в Сирию. Делал он это через социальные сети в интернете. В самой общине говорят, что не подозревали, чем занимается уважаемый среди мусульман человек. Бывшего имама осудили на 4,5 года лишения свободы. Сразу после этого община вынуждена была кардинально меняться и активно налаживать связи с официальными органами. Во-первых, в ходе выборов был назначен новый имам. Во-вторых, он установил связь с Духовным управлением мусульман России, после чего несколько членов общины прошли обучение при муфтиятии в Уфе. Нынешний духовный лидер Дилмурат Хушваков уверяет, это в их интересах, чтобы мусульманская диаспора была чиста от любых подозрений в радикализме. Глубоко сожалеем о делах прошлого имама. После этого случая в течение больше года мусульман Хакасии окрепли и больше стали уделять внимание внутри себя. Самат Рахимов переехал в Россию сразу после развала Союза. Ветеран советского МВД вместе с семьей бежал от войны, развернувшейся в родном Таджикистане. Аксакал понимает, почему его земляки не боятся ехать в холодную Сибирь. Дома туго с работы, а в России с этим проблем нет. Нужда заставляет терпеть и настороженное отношение к себе, но сам Самат Рахимов не устает убеждать окружающих. Настоящий ислам далек от радикальных идей. Мои деды, прадеды, отцы, все прошлые такие слова не знали, которые придерживались ислама. Они такие слова не знали, что такое салафист, ваххабист, другой, третий. Это все придуманы, это делают деньги, делают грязные дела, показывают. Это ужасно. За последние пять лет мусульманская диаспора в Хакасии выросла практически на 70%. Сегодня в ней состоит более 10 тысяч человек. Вместе с ними в республику приходит новая культура и новая вера. И с этим власти и общество не могут не считаться. А сейчас информация, которая будет интересна дачникам и владельцам приусадебных участков. Алтайский производитель представляет свою разработку и обещает, что она станет лучшим помощником в борьбе за славный урожай. С представителем компании пообщалась моя коллега Наталья Чудина. 13 февраля в городе Саиногорске должна была пройти презентация вашей компании. Но, к сожалению, на нее не все попали. Вот расскажите, что произошло, почему такое случилось? Да, по пути в Саиногорск произошло ДТП, в которое, к сожалению, мы попали. И поэтому мы приехали не вовремя. И компания приносит свои извинения перед теми саиногорцами, которые не дождались нас и решили, что мы их обманули. Мы еще раз приехали ради вас, чтобы провести эту выставку. Сегодня нам магазины предлагают достаточно большой ассортимент удобрений. К сожалению, не всегда их качество на должном уровне. А чем продукция вашей компании отличается от обычного удобрения? Продукция нашей компании выпускает экологически чистые удобрения. На самом деле, мы пока что единственные в мире, кто выпускает удобрения с чистыми гуминовыми кислотами. И что значит экологически чистый? При применении наших удобрений, при производстве наших удобрений не применяется абсолютно никакой химии. То есть, ваше удобрение – это удобрения, которые не просто улучшают урожай, но и хорошо влияют на почву? Да, вот я сейчас скажу. Все мы знаем, что основой, значит, плодородия почвы является гумус. А основой гумуса являются гуминовые кислоты. Так вот, в состав наших удобрений предприятие выпускает два препарата – флороэс и фитопфлороэс. Флороэс – это высококонцентрированные гуминовые кислоты, сбалансированные еще по макро- и микроэлементам природного точно так же происхождения. В фитопфлороэс, помимо гуминовых кислот, введена еще бактерия, монобактерия, пробиотик, бациллосуптилис, которая борется еще со всеми патогенами и гнилостными заболеваниями, как на почве, так и на растениях. Применяя два препарата в комплексе, мы не только повышаем плодородие почвы, мы еще оздоравливаем почву. Кроме того, гуминовые кислоты имеют такие свойства, как раскислять, расщелачивать, рассаливать почву. А все мы знаем, что основная масса наших растений любит нейтральную почву. Помимо того, повышается урожайность на 20-40%. Так как растения начинают расти в плодородной почве, естественно, они сразу же реагируют на это, повышается, идет укропнение плодов. У нас идет, значит, повышается энергия прорастания семян. Что это такое? Семена, посаженные, значит, в почве, обработанные нашими препаратами, прорастают на третий-пятый день. Точно так же, вот когда мы обрабатываем семена в фитопфлороэс, идет на клеточном уровне сразу борьба с заболеваниями, с инфицированными семенами. То есть, выращивая на наших препаратах рассаду, вы сразу получаете здоровые растения. В связи с этим идет сокращение сроков созревания плодов. На 10-15 дней раньше получают, значит, созревшие плоды горожане. Ой, ну, те, кто на огородах, участках выращивают. Но ваше удобрение надо в комплексе с другими или их одних достаточно? Мы не рекомендуем применять наше удобрение в комплексе с другими. Почему? Почему? Навоз и компост на сегодняшний день не того совсем качества, которого якобы надо нам применять. В навозе, помимо того, что да, там есть гуминовые кислоты, поэтому его и применяли, потому что гуминовые кислоты именно дают плодородие почвы. Но там его всего 0,003 грамма на литр. В наших препаратах 10-12 грамм на литр. Как я уже не раз говорила в Абакане, я не первый раз, 2-3 машины навоза заменяет один наш пакетик. Почему минеральные удобрения не надо применять? Потому что у гуминовых кислот, опять-таки, есть такое свойство. С одной стороны, они нейтрализуют все яды, химикаты, которые у нас находятся в почве, превращают тяжелые металлы в недоступную форму для растений. И одновременно минеральные вещества превращают в доступную форму для растений. Чем еще это хорошо? Когда растение само решит, что ему надо, в какой период вегетации и сколько, за счет этого идет правильное накопление сахаров и ферментов, и отсюда повышаются вкусовые качества. Те люди, которые применяют наши препараты, говорят, наконец-то мы стали кушать именно того вкуса, ощущать плоды и овощи, какого они должны быть, а не то, что искусственно на сегодняшний день на наших прилавках. При применении удобрений достаточно сложно сделать расчеты обычно. Вот сколько, как, в каких пропорциях у вас это, насколько я знаю, более упрощенная схема? Да, у нас более упрощенная схема и все рекомендации. Единственное, что вот препараты выпускаются в сухом виде, у нас два, значит, флора С30 грамм пакетик, фитопфлора С10 грамм пакетик, но применять их надо в разведенном виде. И плюс там есть еще отдельная рекомендация, как концентрат сделать, как рабочий раствор. Все эти рекомендации я дам на презентациях. Презентации в этот раз у нас пройдут в трех городах. 26 февраля в городе Абаза по адресу Ленина 24А в Центральном доме культуры. 27 февраля в Саеногорске в Граеведческом музее. И 28 февраля и 1 марта в Абакане в ДК Победа по улице Ленина 69. Во всех городах с 11 до 13 часов. А чем сейчас можно заняться огороднику вообще? Вот уже сейчас можно уже выходить на участки. Вот на той неделе, когда мы были, было тепло, и люди спрашивали, а можно уже сейчас? Да, флоруэс можно вносить уже сейчас. Подкармливать рассаду тоже нужно. Уже сейчас можно начинать подкармливать комнатные цветы. И потом, вот я так думаю, что весной мы к вам уже в последний раз приехали, поэтому обязательно приходите на презентацию, где вам там все рекомендации, где вы сможете приобрести наши препараты. Ну, на вашей выставке достаточно много людей, насколько я знаю, приходят. Продукция стала уже довольно популярной. Вы получаете отзывы? Конечно. Там люди, прямо от которых приходят, они между собой общаются. И те, кто получил результаты положительные, сомневающимся, которые пришли первый раз, сразу начинают рассказывать. Да правда морковка сладкая, да правда ягода стала крупно вкусная, мородина запашистая. И урожайность повышается у всех. Но самое главное, повышается плодородие почвы, повышается воздухообмен. Очень много в Абакане, кстати, мне говорят, что очень тяжелые почвы, очень прокопать тяжело. То есть настолько закисленные, защелаченные почвы. Применяя наши препараты, все рассказывают, почва стала рыхлой. Можно просто-напросто руками все это делать. И я говорю, вот так как у нас идет повышение плодородия почвы и оздоровление земель, еще очень важный момент, что исключается севооборот. То есть вам не надо каждый год с одного места на другое переносить тот или иной вид культуры, который вы садите. Выбрали место, сделали красивым огородом, сейчас знаете, да, все делают и в виде цветочка и всякое. То есть и на одном и том же месте можете садить ту культуру, для которой место вы выбрали. Точно так же в обстановлении тепличного хозяйства. Очень важно, не надо каждый раз вывозить землю, заменять. Пожалуйста, из года в год эта тепличка вам будет приносить хороший урожай, вкусный и благодатный. И еще я хотела сказать, что вот то, что повышается, значит, вкусовые качества, и у нас есть вот единственный препарат в мире, фитофлороэс, которым разрешено обрабатывать овощи и плоды при закладке на длительное хранение. Идет сохранение урожайности на 95-98 процентов. Даже все года, как вот у нас были за это, дождливый год, да, у всех все позгнило. Обработали нашим препаратом фитофлороэс, сохранили урожай. Ну, давайте еще раз напомним зрителям, где у нас пройдут презентации. Да, презентация в этот раз пройдет в трех городах. 26 февраля город Абаза по адресу Ленина, 24А, это Центральный дом культуры. 27 февраля в Саиногорске, Краеведческий музей по адресу Енисейская, 31. 28 февраля и 1 марта ПФДК Победа по адресу улица Ленина, 69. Во всех городах с 11 до 13 часов. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Театр и литература всегда рядом. Русский драматический театр поставил немало спектаклей по сюжетам классиков. А в год литературы это сам Бог велел. Тему продолжит Мария Добрынина. На малой сцене знакомые все лица, только на современный манер. Андрей Чацкий все так же рвется изменить матушку Россию, но оказывается слаб против общества Фамусовых. Это комедия в стихах «Живее всех живых». Еще в 19 веке Грибоедов понял, что в России горе от ума. Прошло два века, но, кажется, в стране ничего не изменилось. У покровителей севать на потолок, явиться, помолчать, пошаркать, пообелать, подставить стул, поднять платок. Он вольность хочет проповедовать? Нет, кто путешествует? В деревне кто живет? Да он властей не признает. Кто служит делу? Делу служит, а не лицам! Необычный режиссерский прием, когда актеры тут же комментируют свои образы. Прямой посыл к зрителю, чтобы он лучше понимал всю тонкость и глубину произведения. Это как было в то время, еще во времена Грибоедова, так и сейчас. Всегда будут такие люди, как Чацкий, которые появляются неоткуда, и они не к месту, и действительно горе от ума. Может быть, литература того времени учит нас сейчас, как себя надо вести, чтобы продвигать Россию, чтобы был мир во всем мире. Тематический урок – это еще диалог со зрителем, прямой, поэтому нам нужна оценка зрительская и точное восприятие, чтобы мы понимали, на одном мы языке сейчас общаемся или какие-то возникают недопонимания. Театральный урок – своего рода альтернатива обычным урокам литературы. Если ты не читал это произведение, то можно прийти в театр и увидеть его в действии. На сцену уже перенесены Пришвин и Островский. В этом году труппа собирается приступить к постановке спектакля по эпохальному рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека». Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Сюжеты программы вы также можете посмотреть на нашем сайте – вестихакасия.рф. На этом у меня все. Приятного окончания выходных, которые в честь наших мужчин будут длиннее на один день. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok